Талантливый перспективный боксер или пустозвон? Такой вопрос я задаю, когда слышу имя Тефима Лопес. Этот парень, его отец, привлекает внимание СМИ в первую очередь за нападки, угрозы и оскорбления одного из сильнейших боксеров мира, Василия Ломаченко. Ну и, конечно, огромный ажиотаж вызвал грядущий поединок американца и украинца 17 октября. Но кто вообще такой Тефима Лопес? Действительно ли он такой мощный, как говорит его отец? Или просто семейство решило поймать момент и почувствовать вкус славы за счет лучших боксеров? В этом выпуске будет несколько фактов от Тефима. Будет интересно, смотрите. Экспрессивность и острый язык моментом сделали его известным бойцом, за которым следят и цитируют. Но при этом на ринге он пока не особо впечатляет. Его оппонентами были малоизвестные боксеры, либо бойцы среднего уровня. За исключением, конечно, Ричарда Коми, после которого и поверили в этого американца. Но что же по предыдущим боксерам? Думаю, не всем любителям бокса известны такие имена, как, например, Эдди Статли или Диего Магдалена. Тео Остро высказывается по поводу украинца в каждом интервью, называет слабым, в открытую оскорбляет и в подробностях рассказывает, как будет его побеждать. Мне кажется, что Лопес пытается быть похожим на эпатажного Конора Макгрегора. Вам так не кажется? Вот только в отличие от Ирландца он не выиграл ни одного громкого боя. Лопес родился в Бруклине в семье мигрантов из Гондураса. С шести лет в жизни ничего не знал, кроме бокса. А у отца была одна цель, чтобы сын осуществил его мечту и стал чемпионом. Олимпийским, к сожалению, ему не удалось стать. Тео в любителях был отнюдь неяркий боксер, он был претендентом на попадание в сборную США на Олимпиаду в Рио. Но в итоге тренеры предпочли другого парня, который тогда, кстати, дошел до четвертьфинала. Лопес старший не принял такой поворот судьбы и твердо решил, что его сын будет на Олимпиаде. Тогда в ход пошел, как говорится, план Б. И вскоре Тео участвовал в составе сборной Гондураса. Но, к его сожалению, участие продлилось недолго. 19-летний боксер проиграл в первом же бою. В любительской карьере Тео провел 170 боев, из них понес 20 поражений. Никаких больших титулов и в помине не было. Для сравнения, у Ломаченко почти 400 боев и всего одно поражение. Он взял два олимпийских золота и дважды становился чемпионом мира. Но, несмотря на такие показатели в любителях, в профессионалах он стал звездой. Конечно, это заслуга не только его, но и умелых рук, в которые он попал, подписав контракт с топ-рэнк. Рекорд Теофима в профессионалах 15 побед, из которых 12 нокаутов и 0 поражений. Как отец и тренер своего сына, Теофима Лопес старший поднимается в рейтинге pound for pound, как один из самых плодовитых болтанов в спорте. Я считаю, что мой сын быстрее Ломаченко. Я считаю, что мой сын умнее Ломаченко. И я считаю, что мой сын сильнее. Так что у него есть все, чтобы победить Ломаченко. Ломаченко привык побеждать, но моего сына это не смущает. Мой сын не уважает его. Мой сын собирается его так сильно избить, что Ломаченко будет отсутствовать на месяцы или год, или около того. Он будет опустошен, заявлял Лопес старший. Интересно, конечно, посмотреть, что будет делать папа Тео после поражения. То, что делает Теофима младший после того, как вырубает оппонента наглухо, мы уже знаем. Он эффектно празднует победы, пританцовывает, выполняет всякие акробатические элементы, сальто. Был момент, когда он переборщил, имитировал движение лопатой, как вроде закапывает соперника в могилу. Такое представление он совершил с Диего Магдалена. Может, он репетировал свои действия и в случае победы над Ломаченко, однако на нокаут вряд ли стоит рассчитывать. Хотя он, естественно, так не считает или просто играет роль уверенного и опасного боксера. Я просто знаю, на что способен. Чуваки, да вы же меня даже и не видели пока толком. Я умею боксировать, я давлю, у меня отличная кардио, хорошая держалка и защита. Я хитрый и умный, а все думают, что я тупо бью. Кстати, да, удар у меня тоже мощнейший, но главное, что я умный боец. Я умнею всех в этом весе, даже Ломаченко со мной не сравнится. Моя цель стать народным чемпионом. Деньги для меня не самое важное, но не придут. У меня есть свой боксерский стиль и харизма. За меня будут платить миллионы, как платили за Флойда и как сейчас платят за Канелло или за Джошуа. Я стану следующим королем этого вида спорта. По заявлениям с самооценкой у него все в порядке, но уже который раз он не подтверждает свои слова действиями. Я говорила о выпуске с прогнозом, что Тео заявлял о том, что никогда не будет боксировать без зрителей и что в итоге, а в итоге будет. Так и в этом заявлении. Он сказал, что деньги для него не самое важное. При этом он отказывался от боя с боксером из-за маленького гонорара. С боксером на минутку, которого уже больше года поливает грязью и кричит во все щели, что сломить украинца чуть ли не смысл его жизни. Он никто. Ломаченко просто одолжил мой титул и называет себя чемпионом. Хотя он сам и все болельщики понимают, что настоящий чемпион я. Это одно из сотни высказываний Лопеса. По сути, американец не такой супергерой, которого пытаются навязать людям. Он обычный человек, который, как и многие, испытывает различные страхи и говорить о них, как по мне, не является какой-то слабостью. Например, он испытывает панические атаки, находясь в самолете во время полета и даже дает волю своим эмоциям и пускает слезу. Я не говорю и не осуждаю ни в коем случае это, а просто делаю акцент, что он просто человек со своими эмоциями. Чтобы лучше понять Лопеса, можно обратить внимание на его семью. Отец Теофима Старший, по собственному признанию, был нежеланным и нелюбимым ребенком. Его мама была на десятки лет младше его отца. Он не получал ласки от родителей, отец часто избивал сына, а мать однажды чуть не задушила его электрическим шнуром. Оправдывали они свои действия как воспитательные меры. Конечно, из такого мальчика, который подвергался частым истязаниям, не выйдет доброго, интеллигентного человека. Уже в 10 лет он грабил дома, продавал мешки со специями, убеждая покупателя, что это марихуана. Мальчишка часто употреблял спиртные напитки и после одного такого бурного запоя, когда его мучило похмелье, к нему пришел человек и сказал, что его отец себя плохо чувствует и хочет видеть сына. Из-за ужасного состояния 14-летний Теофима смог прийти только спустя какое-то время, когда его отец был мертв. Мать после смерти мужа, можно сказать, сошла с ума. Вставала посреди ночи с ножом в руках и разговаривала с духами. Представьте, каково это наблюдать такую картину в юном возрасте. Когда Теофима Лопесу старшему было 17 лет, его мать повесилась. Парень зарабатывал на жизнь, торгуя наркотиками. После рождения ребенка он полностью посвятил себя воспитанию и тренировкам сына. Зная такую историю, можно оправдать такие неадекватные действия и высказывания Лопеса старшего. А может он просто очень сильно любит и соответственно верит сына и таким способом пытается его поддержать. Одна вещь, которую я уважаю в своем отце, говорит Лопес младший, он не отступает и он никому не целует задницу. Даже после поражения сына на Олимпиаде в первом же бою отец закричал, ты все равно выиграл. Мой сын значит для меня все, говорит Лопес старший. Конечно, это не оправдывает оскорбительное отношение к оппонентам сына, но он смягчает ситуацию. Впрочем, Теофима младший не совсем похож на отца. Он хороший муж, хороший брат, хороший сын и будет хорошим папой. По крайней мере, это по его словам. Верить или нет, уже дело второе. Ну вот такие дела. Каждая уже начинает делать собственные выводы о семействе Лопесов и их шансах в предстоящем поединке. Как сложится на ринге, покажет только время. А сейчас вы смело можете ставить лайк этому видео и пишите в комментариях, что вы думаете о Тео Лопесе. Пока-пока. Еще раз, Дубль. О, все. Аллилуйя. Ноги. Все? Ай. Ой, я забыла. Я забыла, что мы не кривляемся. Это не вставляйте. Так. Вот так. Ой, у меня длинные руки. Субтитры создавал DimaTorzok